Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня я хочу показать вам флагманскую модель, которая вышла не так давно. В моих руках сейчас модель с версии 1.16, то есть 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной. Также данная модель, TSL W11 Monkey King, будет выпускаться в версии 2.32, то есть 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной. Давайте по стандарту, по привычке, посмотрим нашу комплектацию и дальше перейдем к нашему смартфону. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке. У нас на всех есть вот такие вот логотипчики. Так, в коробке у нас есть оригинальный бампер. Такой вот он интересный. Есть оригинальная пленка, что тоже стандартно для производителя THL. USB кабель для зарядки и подключение к компьютеру, гарнитура и зарядка. Аккумулятор у нас один, аккумулятор у нас несъемный, так как у нас цельный корпус данной модели. Давайте посмотрим внешний вид. Внешний вид мне очень напоминает iOcean X7, ну а также в модели Sony. То есть вот в таком вот корпусе они примерно выполнены. Спереди у нас есть три сенсорных кнопки. Меню, домой, назад. Сверху у нас есть камера и датчики. Датчики приближения, датчики освещенности и динамик ушной. С этого бока у нас есть кнопка включения, выключение, качелька громкости. Сверху у нас есть разъем под microSD карточку, под зарядку, под наушники 3.5 мм стандартный. Тут у нас есть разъемчик под microSIM, который открывается с помощью иголочки вот такой вот комплекционной, которая вот она. Снизу у нас болтики для того, чтобы вскрыть наш смартфон в случае чего. Ну и сзади у нас беленькая вот такая вот крышечка, 13-мегапиксельная камера с вспышкой, логотип THL. Ну и стандартная вот эти вот такая наклеечка с e-mail и динамик. Под аккумулятором, точнее под крышкой показать вам ничего не могу, потому что он просто-напросто несъемный. Поэтому давайте посмотрим еще раз на сборку нашего смартфона. По сборке лично у меня нет никаких нареканий, то есть я вот только что его брал на перегиб, никаких скрипов, все сделано хорошо, то есть никаких люфтов нету. Вы в этом можете сами убедиться. Все очень плотненько так сделано. Очень хорошо. Давайте перейдем непосредственно к нашему смартфону. Начнем обзор с Antutu, в котором мы посмотрим все основные технические характеристики данного аппарата. Я не знаю, почему китайцы дали второе имя данной модели Monkey King, почему они хотят, чтобы их телефон был королем обезьян, не знаю. Но технические характеристики в принципе флагманские, но именно флагманского тут только две камеры. А все остальные технические характеристики полностью идентичны, скажем так, стандарту на данный момент. Видим, что тут турбированный процессор MDK6589T, видим, что тут Full HD разрешение экрана, стандартный PowerWear SGX544MP графический ускоритель. В нашей версии стоит 16 гигабайт встроенной памяти и всего лишь гигабайт оперативной памяти. Вот то, о чем я говорил. Задняя камера у нас на 12.6 и фронтальная камера у нас на 12.6. Чуть позже в обзоре я немножко расскажу о камере, обязательно сделаю фотографии, сниму видео и на заднюю, и обязательно на переднюю камеру, потому что качество действительно хорошее. Ну и стандартный 4.2 у нас Android. Давайте посмотрим через программку Antutu Tester. Сколько у нас точек касания в нашей модели? Точек касания у нас 5. Мы тестировали нашу модель в программке Antutu Tester с помощью, ну, проверяли аккумулятор. Набрал он 509 баллов. В принципе, это стандартный показатель, который примерно приравнивается всем моделям с таким аккумулятором 2000 мАч. То есть, такой показатель имеет TSHL W8 Beyond, примерно такой же показатель, там, плюс-минус 50 баллов, имеет iOcean X7. То есть, все это означает, что модель рассчитана на работу на протяжении 1-2 дней, не более того. Идем дальше, посмотрим, какие у нас есть датчики в нашем смартфоне. Кроме датчика освещенности, датчика приближения, у нас есть полноценный хороший GPS, Wi-Fi Bluetooth стандартно, есть акселерометр, который тоже отлично работает. Ну, это, в принципе, стандартная функция. Есть функция компаса, но я, если честно, замечал, что вроде бы компас немножко неадекватно работает. Ага, это он, наверное, в стандартном приложении так работал. А вот сейчас, видите, что компас показывает всегда в одно и то же направление. Поэтому компас тоже рабочий. Датчиков акселерометра, ой, точнее, гироскопа в данной модели нет. Есть вспышка. По поводу компаса, вот в этом приложении, в стандартном, компас работал не совсем корректно. у меня. А сейчас показывает нормальную. Не знаю, находился я в другом помещении и так далее. Ну, вроде работает. Идем дальше. По прошивке. Прошивка у нас стандартная, русскоязычная с заводом. Мы их не прошиваем, потому что прошивка надежная, хорошее. Этого нет просто смысла делать. Китайских программ тут мы не видим. Тут все идет на русском. Полноценный 4.2 Android с своим быстрым меню, стандартным. Ничего особенного в этом нет. В настройках все у нас тоже русскоязычное. W11 Monkey King. И давайте посмотрим на наш экран. Экран у нас очень хороший. Углы обзора у нас максимальные. Яркость, сочность картинок вы можете видеть на своих экранах. Углы обзора около максимальные. В принципе, такие же, как и, допустим, в том же iOcean X7. Смартфон отлично справляется с навигацией. Я это покажу чуть позже. Тест GPS. Смартфон отлично справляется с браузерами. То есть, запускается максимально быстро. Все. У меня сейчас смартфон подключен к Wi-Fi. Wi-Fi находится через стеночку. И видите, что прием хороший. Сайт наш обновляется быстро. Все прогружается. И все отлично. Можно в такой ориентации, можно в такой. Кому как удобней. Увеличиваем, смотрим, читаем, пользуемся. YouTube приложение тоже работает отлично. Потоковое видео в формате Full HD тоже загружается без каких-либо нареканий. в режиме онлайн. То есть, без проблем. Сейчас то же самое, что слышал я. Также давайте посмотрим, как наш смартфон, как наш смартфон, во-первых, звучит, как он воспроизводит Full HD видео. Господа, до что вы готовы для этого? Без обид. Но я не работаю в команде. Парень в крутом костюме. Кто на тебе без него? Эээ, Генни? Миллиард. Можем защитить себя. Как мы видим, запускается все без проблем. Звук довольно-таки хороший, громкий. Такой чистенький еще, можно сказать. Давайте посмотрим, как наш смартфон работает с современными играми. Что ему этого стоит? Тупят ли они или не тупят? Давайте разбираться. Парень в кастрюлю. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И если мы включим камеру... Фронтальную... Сделаем на ней фотографию... Посмотрим эту фотографию... То мы можем увидеть... Очень... Хорошее качество... В принципе я вам еще... Это качество обязательно продемонстрирую... Продолжение следует... На этом все... Можно подводить итоги... Давайте посмотрим... Какие есть плюсы... Какие минусы... Чисто то, что я считаю таковым... Считаю минусом... Это одна микросим-карта... Которая... Ну в принципе... Сейчас все китайцы... Делаются на две симки... И для меня это минус... Я бы не пользовался этим смартфоном... Предложили бы мне... Вы такой... Минусом считаю... Цельный корпус... Так как объясню свою точку зрения... Если ваш смартфон... Упадет в воду... То обычные пользователи... Просто открывают крышку... И достают аккумулятор... Все... У вас телефон можно спасать... Чтобы открыть этот телефон... Вам нужно его отнести в сервис... Или быстренько найти где-то отвертку... Раскрутить эти болты... И только после того... Открыть эту крышку... Тоже минус... Из плюсов... Бесспорно... Это... Дисплей... Это две великолепных камеры... В принципе... Камеры являются флагманской особенностью... Потому что все остальное идентично... Хороший процессор... Возможно нестабильные прошивки... То есть нужно с прошивками еще манипулировать... Чтобы достигать в играх... Хорошего... Хорошего поведения... Хорошей скорости... Ждем эту модель на двух гигабайтах оперативной памяти... Ну и конечно же... Если сравнивать... I-Ocean X7... Я бы выбрал I-Ocean X7... Мне он нравится больше... Там и две симки... И корпус немножко другой... Есть полностью черные варианты... Эти модели мы пока поддержали только в руках... Только в таком варианте... То есть черный вперед... Задняя крышка белая... В принципе все... Делайте свой выбор... Ставьте лайки... Если вам нравятся мои обзоры... Подписывайтесь на наш канал... Всего доброго! Пока!